всем привет любители ароматного табака продолжаем нашу рубрику сигареты через курительную трубку сегодня у нас будут сигареты ДВДОФ, а именно ДВДОФ КЛАССИК Друзья, сигареты производятся в Волгограде под контролем Реймс ТМА, сигареты в фабрике ГМБХ Друзья, стоили сигареты 113 рублей, произведены они 12-15 Показатель не знаю, надо или не надо, мы их все равно сейчас разорвем и увлажнив, покурим через курительную трубку Друзья, открываем нашу пачку Калитки у нас белого цвета Да, друзья Запах слегка молочный Да, более похожий на Мальборо запах Такая, знаете, попытка искусственным образом создать аромат табака Но при этом для людей, которые хорошего табака никак в жизни не ухали Но есть древесные нотки небольшие Легкая ваниль Очень соус похож Друзья, по аромату просто как Мальборо Такая пережженная карамель Попробуем, друзья, разорвать И все это дело увлажнить Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, друзья, вот что у нас получилось после того, как я разорвал Все сигаретки Качество табака тоже, я бы сказал, не ахти Тоже палки попадаются Крупные фракции достаточно Например, вот такая вот штучка в сигарете Значит, в незажженном виде все это дело Пахнет действительно таким карамельным сиропом С таким слегка пережженным, прогорклым сахаром Немного дерева пахнет такими пилками древесными И есть какого-то масла непонятного аромата Не знаю, интересный, друзья, запах После моего ролика про Мальборо Поступило множество комментариев по поводу того, как лучше увлажнять табак Один мне очень понравился, комментарий Мне был предложен с помощью ватного диска увлажнить Сейчас попробуем Вроде бы должен прилипнуть Да, действительно То есть Мочите Прилипляете И все очень замечательно держится То есть, я так понимаю Упадет, когда высохнет Или может вообще не упадет Но интересно, друзья Итак, оставляем На пару дней Потом уже покурим И я расскажу, что же Из себя представляет табак от Давыдов Хотя, в принципе, табаки трубочные Они делают Средние Ну и неплохие И, конечно, не суперхорошие Но посмотрим, что у них тут Что они в сигареты кладут Итак, друзья Прошло 3 дня Посмотрим, что у нас там С нашим табачком Ну, как видите, друзья Увлажнение при помощи ватных дисков Себя оправдало Диски не отклеиваются Отлично держатся Табак при этом Очень хорошо увлажнился Даже Я бы сказал Слегка от перьев Увлажнился Но не суть Важен, друзья Снова перемешаем Потому что он Все равно Увлажнен неравномерно Сейчас я его Друзья, понюхаю Что? Да, друзья Ничего он не приобрел Нового Ничего поживее Просто аромат стал Так, сейчас на трубочку Набиваем И пробуем его Покурить Трубочка у нас Сегодня будет Гаспарини Ссылочку на историю Трубочки я Оставлю Повторяться не буду Ну что, друзья Начнем курить Так, не готовься К ролику Все равно Что не забудешь Так, не готовься Здесь чувствуется даже Вирджиния, интересно, хотя, конечно, аромат не явный. И он усилен на ароматизации, но безусловно, Вирджиния здесь есть. Да, легкие древесные нотки. Кислинка пошла Вирджиния. После вкуса есть древесный уголь. За нос пощипывает. Морская соль появилась. Занятно, друзья, покурим. Посмотрим, как все это будет развиваться в трубке. И в конце встретимся уже какие-то итоги. Сигаретка приведем. Итак, друзья, докурим наши сегодняшние сигаретки. Вернее, то, что от них осталось. Что могу сказать о курении, друзья? До середины было очень неплохо. Ну, это, конечно, друзья, безусловно, не трубочный табак. Но не весь трубочный табак хороший. Вернее, не такой хороший, как бы нам хотелось. Ну, я так понимаю, что и сигареты, видимо, такие же. Итак, друзья, что же творилось в трубке после того, как я отключился? Табак начал набирать. Набирать очень интересно. Явно вот эти вирджиниовые ноты двигались. И, я так понимаю, на середине включилась немного ароматизация, которая потихонечку-потихонечку сейчас набирает. И вот этот интересный микс вирджиниового табака с его таким характерным древесным послевкусием был подхвачен ароматизатором. И получилось такое, друзья, нечто что-то даже немного не чернослив похожее. Но длилось это буквально, ну, не знаю, это затяжек 5 или 6. Потом, видимо, критическая масса была пройдена. Ну и дальше, друзья, включилась эта отвратительная пресловутая сигаретная ароматизация. Плюс еще, я так понимаю, смолы стекли вниз. И, друзья, трубка все больше и больше горчит с каждой затяжкой. Хотя появляется вот этот пластиковый непонятный вкус на горелой покрышке. Перечность есть, да, друзья, горечь. Но начало было неплохо, друзья. Начало было недурное. Я даже подумал на секундочку, что, ну, возможно, это будет длиться до конца трубки. Но, как видите, нет. В конце все-таки все сошло на нет. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы слышали мое мнение до конца. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok